Переход на квартирный тип жизни с этого года вступили в силу изменения, касающиеся организации деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По документу, образовательные и медицинские социальные организации рассматриваются теперь как временное жилье перед устройством в приемные семьи. Помещения, где живут дети, должны теперь строиться по квартирному типу. Как нормы федерального законодательства выполняются в Ненинском округе, узнала наша съемочная группа. Она посетила окружной детский дом. Помыть посуду, погулять с малышами. Карина Милехина никогда не отказывает в помощи педагогам и помощникам воспитателей. В этом году улыбчивая девчонка перешла в пятый класс. Учится усердно и старательно. В дневнике в основном пятерки и четверки. Есть у тебя любимые предметы? Предметы есть. Физкультура, русский, математика. После школы Карина приходит в отдельную комнату, где проживает с тремя подругами. В 2013 году в детском доме был проведен ремонт, и группы переоборудовали в семейные ячейки. В них живут ребята разного возраста. У девчонок и мальчишек отдельные комнаты – из общего раздевалка и гостиная, где можно почитать, посмотреть телевизор. С 1 сентября на квартирный тип должны перейти все учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В нашем регионе это предписание выполнено практически полностью. Если по положению смотреть, то должно быть в семейной ячейке от 6 до 8 ребят, максимум до 8. То у нас получается, судя по тому, что у нас всего 4 помещения ребят, больше 40, то у нас не получается, чтобы мы учли, исследовали вот этому положению именно до 8 человек. Нет, у нас перенаполняемость идет 10, ну где-то 11. Положительный эффект от воспитания в новых, более приближенных к семейным условиям жизни определенно есть. Старшие ребята могут освоить простые домашние дела. Например, помыть посуду, налить суп или чай, посмотреть за малышами. Есть и специальные занятия по приготовлению пищи. В этом году небольшая кухня перенесена в новое, более просторное помещение. На днях здесь подключат воду и установят плиту. Здесь же можно и попробовать свои кулинарные шедевры. Есть обеденный стол и все необходимые столовые принадлежности. Мультиваркой пользуемся. Плита установится здесь электрическая. В прошлом году блинчики уже сами пели под присмотром. Игрей под присмотром взрослых. У нас было целое празднование. Облачали здесь детский дом. Переход детских специализированных учреждений на квартирный тип помогает ребенку научиться жизни вне стен детского дома. Для лучшей социализации воспитанники учатся в обычных школах и посещают детские сады. Еще несколько лет назад в учреждении воспитывались только дошколята. Теперь здесь живут девчонки и мальчишки от 3 до 12 лет. В перспективе внести в устав изменения по возрасту воспитанников до 18 лет. Но для этого необходимо новое помещение. Поэтому в планах еще и строительство пристройки, которое будет строиться уже по квартирному типу. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.